Они строить и жить помогают. Ивановский комбинат строительных конструкций модернизирует производство и набирает сотрудников для работы во вторую смену. Предприятие выпускает пустотные и железобетонные плиты. Благодаря современному оборудованию комбинат может воплотить практически все, что желает проектировщик. Раньше плиты выпускали строго по заданным параметрам. Пустотный настил это несущий настил, который проектируется и монтируется в наших жилых домах здания. Ситуация в чем? Что поверхность данного настила практически получается индивидуальная. В каком плане? Что уменьшаются затраты по отделочным работам, то есть стяжкам по всем остальным параметрам. Плит теперь делают больше и по индивидуальным заказам. Это позволит в будущем снизить себестоимость монтажа одного квадратного метра монтируемого жилья. Стоимость самой продукции уже снижена на 10%. Комбинат строительных конструкций, локомотив экономики областного центра, считает Александр Кузьмичев. Предприятие вложило 1 миллион евро только за последние несколько месяцев приобретения нового оборудования. Для города важно то, что сегодня набирается вторая смена на это предприятие. В целом, по итогам прошлого года, почти 11 миллиардов рублей инвестиций в город было привлечено. Соответственно, это серьезное налоговое отчисление в городской бюджет. Между тем, рабочих рук не хватает, несмотря даже на этот аппарат, который один заменяет 7 сотрудников. Как бы люди требуются, на наше производство люди требуются, потому что как бы заказов много, а мы не успеваем их выполнять. То есть сейчас как бы уже в данный момент, в зимний период мы работаем в две смены. Ивановский политехнический университет вызвался решить проблему нехватки кадров на КСК. Вуз и предприятие подписали соглашение о сотрудничестве. А это значит, что студенты политех уже совсем скоро придут сюда на практику. А кто-то, наверное, захочет остаться здесь работать.